Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Volkswagen Tiguan припарковался сегодня совсем не в своем дворе, а неподалеку от Нефтекамского отдела службы судебных приставов. Владелец иномарки стал одним из злостных неплательщиков, выявленных во время очередного рейда. Его организовали сотрудники управляющей компании и приставы-исполнители. Все для того, чтобы найти и заставить погасить хоть часть долга тех, кто позабыл, что за тепло, свет, воду и прочие коммунальные блага нужно платить. За 2018 год нами было направлено 1300 исполнительных документов судебным приставам, по которым было взыскано более 14 миллионов рублей в пользу УЖХ. Также ведется работа по смс-информированию населения, ежемесячно направляются предупреждения о наличии задолженности и досудебные претензии. В случае получения уведомления и невозможности единовременно оплатить долг, рекомендуем обратиться на Карла Маркса 11 для заключения соглашения по погашению задолженности. Также определенная категория граждан, имея данное соглашение, могут получить компенсацию расходов, то есть субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Конфискация дорогого автомобиля – это лишь один из способов взыскать долги с недобросовестных плательщиков. Сотрудники службы судебных приставов прибегают к такой мере, когда сумма составляет уже не десятки, а сотни тысяч рублей. Нестикамским межрайонным отделом управления Федеральной службы судебных приставов по республике Башкортостан уделяется особое внимание по взысканию задолженности, имеющих первостепенное социально значимое значение. К числу таких производств относятся также взыскания в сфере ЖКХ. По исполнительным производствам в пользу ЖКХ ведется постоянная работа по ограничению должников в праве выезда за пределы Российской Федерации, по обращению в взыскание до дохода должников, а также по наложению ареста на личное имущество. Потери автомобиля, бытовой техники или другого нажитого непосильным трудом имущества – ситуация, мягко говоря, неприятная. Чтобы не допустить подобного, необходимо регулярно оплачивать свои счета, будь то коммунальные услуги, банковские кредиты или налоги. Если сомневаетесь, не попали ли вы в список должников, то посетите официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. В сервисе «Банк данных исполнительных производств» содержится вся необходимая информация. Также с помощью данного сервиса можно погасить имеющуюся задолженность. Зульфия Амира, Валерий Зазулин. Время новостей.